здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня с вами тамара мальцева и канал томик green сегодня я буду рассказывать о своих бегонях покажу вам лирекс и какие у меня есть у меня их немного ну начале лирекс и а потом немножечко других покажу бегонии это лирекс жара я ее покупала весной вот сейчас прошло рождество вот смотрите какая она выросла большая очень яркая летом естественно краски немножко другие сочнее ярче ну вот смотрите все равно видно как она переливается вот этот красная все у нее очень красивый сортик мне нравится растет хорошо вот здесь вот у нее вот видите в начале зелененькие были какие-то еще крапинки а вот на этой листики уже нету крапинок на почти зелени тут нету но ничем она не испортилась хорошо вот такие вот корни так плохо видно наверно свечивает хорошо растет корни хорошо дает тоже уже скоро надо будет пересаживать но пока еще посидит она у меня так следующую хочу показать дыхание ветра дыхание ветра посадила уже посмотрите вот в такой вот транзит очку такой вот посадила очень быстро нарастают корни вот такой вот красивый посмотрите лист он приехал ко мне осенью если и посмотрите как как он быстренько вырос но очень симпатичный такой листик фактурный вот такие вот икра по краешкам а не широкая кайма а по нем вот такие вот ракушечка здесь он завивается вот такой вот симпатяга следующий лирекс мажор ну то есть это все лирекс конечно же мажор как-то не очень так уж прямо растет быстро тоже весной приехал но растет конечно ракушка у него вот такая вот красивая темный цвет такие вот крапины крапины и тут вот такие же похожие как рождественская звезда сейчас вот я кстати вам сразу же покажу рождественскую звезду вот посмотрите вот видите такие вот сейчас я поближе покажу крапинки и здесь они естественно поярче но тоже похоже но здесь у нее лист другой конечно и другое но чем-то похож мажор так давайте рождественская звезда растет хорошо вот у меня тут посмотрите их как-то она раздвоилась две их надо уже пересаживать корни хорошие все здесь вот видите как все же заросло вот показать листик вот вот видите у нее вот такие вот шпорики мне так скажем вот вот они по листику идут не круглый листик то есть а с какими-то надрезиками вот молоденький листик вот они видите надрезики вот такие вот симпатяшка такая вот симпатичный такой ну и покажу вам не знаю еще это японские фонарики я не нашла в них почти ну никакой почти разницы так скажем может быть только фонарики поярче но опять же вот молоденький листик он вообще похож сейчас покажу вам фонарики смотрите листик видите он тоже тоже какой-то вот он неровненький не знаю может быть ошибся продавец но такие же вот тоже надрезики вот тут вот есть видите вот такой же листик вот сравнимых вот они листики я смотрю смотрю и ничем вот как то так не сильно то я уже замечаю что они чем-то отличаются молоденький листик вот друг катрушки как-то мне бы хотелось не знаю какие японские фонарики раз рождественская звезда может а может быть так вот назвали что не знаю я вот вообще как-то и вот вообще не вижу них разницы никакой одинаковые приодинаковые ну ладно красиво и ладно вот значит это японские фонарики такая вот красивая тоже у меня есть лирекс не знаю почему то они очень похожи очень похожие если они название у них правильная то значит они очень похожи и так и лирекс аламандра ну вот если она другая то она конечно и другая зелененькая такая яркая краешек широкий темные у нее горошек и краешек горошек и листик вот такой вот ленинки от видите растет хорошо здесь у меня два от корня вот смотрите собралась цвести ну ладно пусть цветет может я чего-нибудь опылю а то девчонки там что-то все опыляют интересно садят попробовать и мне наверное надо вот так для спортивного интереса не для не для сортов выводить а просто они же разные всегда такие красивые получаются ну вот такая вот саламандра и еще я хотела вам показать осенью приехали я уж как-то показывала их ну вот вот такие вот смотрите у меня есть и не растут белый дракон вот осенью приехал какой вообще он был вот листичек наверно вот так усенький был но тут конечно вот он подрос попробую еще пересадить но я уже его пересаживала ну еще раз пересажу в другую это субстракт может быть пойдет расти вот сидит какой-то вот как знаете и все хотелось бы чтобы уже подрастали он дыхание ветра перешло чуть чуть побольше чем вот этот вот и уже вон какой кустище такой же вот трюфель вот он сидит тоже трюфелек этот не ничего не знаю не растет не такой какой-то как заколдованные ну и это прислали лирекс скрещены с чем-то ну то есть не знаю что просто так подарок положите типа белый дракон и что-то еще ну вот ростем не знаю тоже вот они три сидят такие вот замороченные и не растут вот так секундочку и покажу вам еще немножечко не без мусора бывает так так еще у меня просто которые приходили приезжали ко мне уже под осень тоже вот такие вот выросли некоторые растут хорошо некоторые растут плохо это фасадобль очень красивая яркая такая бегония красотка сидит стаканчики в этом уже корни хорошие конечно ну вот уже под вытянулась надо бы ее поглубже посадить вот листик молоденький разворачивает очень такая яркая красавица следующая да если сна и ракушечка но вот очень плохо растет приехала она ко мне чё-то летом где-то или начало весны и вот такая вот как-то не как она не может я ее уже вот пересадила другую думаю что мало и место она все какая-то вот листики от скрюченные какие-то растут не разворачиваются толком не знаю посмотрим что будет дальше с ней так это радуга к радуга такая красавица у меня был большой куст я его срезала на пенечек вот эта макушечка вот уже вот такая вот выросла посмотрите какая красавица просто красавица так следующее это у нас хэллэн деппл старинный сорт тоже я просто хотела показать какой у него красивый лист ничем не хуже вот рождественской звезды тоже посмотрите какие вот листик какой вот резной видите и вот она стала уже окрашиваться должна быть яркая такая здесь вот эти вот листики еще серенькие такие этот уже вот такой вот красивый становится так приезжала ко мне осенью розовая пантера вот она какая яркая тоже так она уже прямо вот еле-еле растет то листик отсушить то вот короче не очень так уж она ну говорят что она капризная десочка но красивая очень красивая такая вся розовая такая вся вот смотрите какие у нее прожилки ракушечка но на самом деле она наяву еще краше это у нас д.с. черный лебедь вот такой вот растет смотрите какие какой красивый действительно черный лебедь вот такой вот у нее с розового вот эти вот крапинки вот видно немножко наверное да что они с розовинкой вот такой вот красивый листик у него так это тоже вот все я показываю вам молодые свои сорта которые новиночки приезжали так но это не новиночка это мой давно чили чили это макушка я ему тоже обрезала очень вытянулся подтянулся и я ему обрезала макушку это макушечка уже укоренилась смотрите ракушечка какая вообще у него даже не передать раскрас какой раскрас какой какой яркий красивый эти листики были вот такие зелененькие осталось окрашиваться ну просто красавчик переливается следующий св перси это тоже макушечка тоже я и обрезала на пенек пенек уже вырос такой же большой стал как мы макушечка наверно от пенька пошла тоже деточкой и вот видите как растет макушечка укоренилась очень такой необычный красивый светлый с ракушечкой цветы каемочка вот какая очень красивой св перси называется так весне будут детки кому интересно пожалуйста это северное сияние знаете у меня было давно она северное сияние и погибла и вот тут я его кое-как нашла у девочки в одной выписала мне она нравится что она не очень большие листья но вот действительно у него я его здесь переукоренила потому что ко мне он приехал я там видео до этого показывала как он приехал очень очень длинный стволик прямо такой и это макушка и я его так резала и переукоренила ну а тут пенек да тоже дал дал это детку и тоже растет благополучно мне нравится что он очень переливается и разными цветами вот и розовые вам и зелененький он и даже слегка бывает такой как бы вот где-то голубой на солнышке играет очень красиво такой вот так это ds его был кустик большой стали что-то листики подсыхать у него сейчас вроде все благополучно растет хорошо и вот и пушистенький он слегка него волоски вот есть такой весь весь горошек дс малинка красавица малинка приезжал весной камни листик я его порезала на фрагменты и два фрагмента только укоренились и из них получилось по одной детки вот такая красавица две у меня таких красавиц и очень давно хотел эту малинку красивая ну вот чем-то похоже тоже на эти японские фонарики или такая же вот такой же краб но листья конечно другой совершенно и но краб такой же вот рождественская звезда тоже крапульки такие вот красивенький так ну и последний хотела вам показать это у меня нарьян мар очень красивый сорт у меня долгое время стоял листья вот такие же как у лесной все скрюченные какие-то были все все он какой-то вот цвет непонятный а сейчас вот он в такой красе в своей смотрите какие у него тоже резные листики вот они видите ракушечка а цвет у него но не передать прям очень красивый переливается и такой розово нежно-розово тут зеленый тут у 2 ракушечки ну красавчик ну просто посмотрите какие листья вот какие видите какие резные вот они резные листики у него тут тоже 2 ракушечки и очень красивый листик я думаю что у него должен быть побольше еще листья вот он старые листья все оборвала те которые были скрюченные какие-то ну вот видите молоденький листик какой-то вот более зелененький потому что он у меня стоял все лето на солнце на окне и вот такие выдал яркие а сейчас он под лампочку под лампами стоит ну вот такой вот листик тоже красивый зеленый кайма такая вот широко серединка то есть вот такие вот красоточки у меня растут весне девочки будут детки вот и пожалуйста пишите заказывайте кому интересны мои сорта а на сегодня все всем желаю всего хорошего всем пока пока до скорых встреч